МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С основными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Живые уроки для учителей к образовательному проекту присоединились чебоксарские педагоги. Картошка, морковка, горох. Ярмарки дары осени будут работать в Чувашии до 16 октября. Не глядя на доску, в Чебоксарах прошел чемпионат Чувашии по шахматам и шашкам среди слепых. Импорт и замещение охватывает все больше чебоксарских предприятий. Спрос на инновационной разработке продолжает расти. С ноу-хау некоторых заводов сегодня познакомился глава Республики Михаил Игнатьев. Подробности у Дмитрия Ковалева. Перед отправкой заказчикам станок испытывают на точность и скорость. Одно такое бревно он распиливает на доски буквально за считанные минуты. Конструкцию этого станка разработали специалисты Чебоксарского завода. Здесь производят и оборудование для распиловки древесины небольшого диаметра. У предприятия появились постоянные покупатели. Заказы поступают и из регионов Крайнего Севера. 90% практически за пределы. Да, да, все практически за пределы. А какие регионы в основном покупают? Лесные, Киров, Вологда, Архангельск, Иркутск, Красноярск. Спрос на такие станки увеличивается вместе с постоянно растущей потребностью в древесине. Лесопильные заводы страны сейчас делают ставку на сверхточные высокопроизводительные пилорамы. На Чебоксарском предприятии этим запросам стараются отвечать, не уступая по качеству европейским аналогам. И то, что мы сегодня увидели, оно востребовано на рынке. Более одной тысячи станков они произвели, уже продали. Это тоже показатель импортозамещения. Потому что я видел эти станки у предпринимателей, которые купили или из Финляндии, или из Германии. Сегодня эти станки у нас появились, они будут продаваться, они сервис услугу обслуживают, оказывают, обслуживают. И в принципе на рынке эти товары имеют спрос. Это очень важно. От спроса, конечно, они будут мощности свои увеличивать. Другой завод уже давно нашел свое место в программе импортозамещения. Больше 15 лет здесь производят кабельные системы обогрева, не хуже зарубежных. У большинства разработок завода в стране аналогов нет. Нагревательные ковры для квартир, система защиты трубопроводов от холодов. Специальные кабели, с помощью которых можно разморозить лед на крышах домов. Этот перечень можно продолжить. Когда охлаждается воздух до определенной температуры, кабель включается. Когда воздух нагревается, получается, он нагревается, обогревает крышу, отключается. Сейчас с наледью приходится бороться по старинке с лопатой и ломом. Новая технология заменит ручной труд. Это уже инновационная современная технология, где мы обязаны использовать и внедрять в реальные практики. Инновационной системой могут быть оборудованы не только крыши домов, но и объекты ЖКХ. Внедрить ноу-хау в городскую среду глава региона поручил ситименеджеру Чебоксара. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором Чебоксарского производственного объединения имени Чапаева Александром Лившица. Речь шла о перспективах развития производства. Александр Лившиц поблагодарил правительство Чувашии за поддержку, которая оказывается заводу на протяжении последних лет. Генеральный директор рассказал об основных показателях развития предприятия, отметив, что объемы производства растут благодаря привлечению дополнительных гособоронзаказов. Этот рост, ожидаемый по итогам 2016 года, он составит 163 процента. Объем выручки вырастет на 150 процентов и составит почти 4 миллиарда 600 миллионов. Предприятие наращивает производство гражданской продукции. Большое внимание уделяется формированию кадрового потенциала. Плава Чувашия Михаил Игнатьев подчеркнул, важно, что на производство идет молодежь. Я благодарен за то, что на самом деле нашли дополнительные заказы, участвовали на конкурсах по военно-промышленному комплексу, по товарам народного потребления, по-другому, работаете на рынке, проводя определенные маркетинги и исследования. И уровень зарплаты, раз чем не забыть, и количество работ их мест дополнительно создается. Для нас это очень важно. Главарь республики отметил, что готов и впредь оказывать содействие и поддержку одному из старейших градообразующих предприятий столицы. Сегодня заместитель командующего войсками Переволжского регионального командования внутренних войск МВД России полковник Евгений Березин представил главе республики начальника отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чувашии. Напомню, им стал Алексей Ежеев. Начальник отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии по Чувашии, полковник полиции Ежеева Будут служить сессию и дозвониться. Тем более у вас новая система, структура, резидентская структура. Пожелать эффективную работу. Начальник отдела Пучувашии назначен приказом директора Федеральной службы войск Национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова. Полковник Ежиев имеет достаточный опыт работы именно в структурах МВД и, соответственно, в правоведовательственной стране. Теперь будут подчиняться и СОБРы, и ОМОНы, соответственно, во всем территориальным нашим органам одинаково. Во взаимодействии с МВД, конечно, они будут свою работу проводить, но это отдельная уже структура, то есть мы к ним уже отношения не имеем. Ну и на этапе становления особенно вот этой службы нашей территориального, я попросил от имени командующего оказать содействие, помощь. Плавач Уваший отметил, что для поддержания стабильности в регионе необходимы совместные усилия силовых структур, органов власти и институтов гражданского общества. Возвращаемся, обсуждаем, как нужно обеспечивать среди правоохранительных органов, среди служителей правового порядка и охраны общественного порядка, чтобы люди были уверены в завтрашивании, чтобы общественно-политически стабильные ситуации позволяло бизнесменам без страха вкладывать свои финансовые средства. А, конечно, не троги. Это для нас что важно? Создание рабочих мест, семейный доход. 23,5 миллиона рублей получит дополнительно Чувашия для лекарственного обеспечения граждан. На эти цели правительство страны выделило почти 4 миллиарда рублей. В ближайшее время в республику поступят межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий. Сейчас в Чувашии проживают 85 тысяч инвалидов. Из них 26,5 тысяч имеют право на льготное лекарственное обеспечение. И еще один важный момент. Уже два года увеличивается число тех, кто выбирает лекарства в наборе социальных услуг. В Чувашии, как и во всей стране, проходит неделя финансовой грамотности. Акцию проводят, как нетрудно догадаться, Минфин России, чтобы привить гражданам навыки грамотного обращения с денежными средствами. Хочешь быстро привлечь деньги, заработать капитал за 15 минут или выиграть миллион в беспроигрышной лотерее? Интернет пестрит такими заголовками, но к реальности они не имеют никакого отношения. Чтобы стать успешным в финансовой сфере, нужно много учиться и прикладывать неимоверные усилия. Что же делать, чтобы финансы не пели романсы? Смотрите далее. Не сиди на столе, это к бедности. Не занимай денег во вторник, всю жизнь будешь ходить в долгах. Долг надо отдавать утром, чтобы деньги водились. Самое большое количество народных примет касается денег. Конечно, все мы знаем, что не в деньгах счастье, но, как справедливо заметил герой известного советского фильма «Зигзаг удачи», без них плохо. Как заработать первый миллион? Как не попасться на крючок телефонных мошенников? Как работает система страхования вкладов? И какие банки лучше обойти стороной, а каким доверить свои кровные? На все эти вопросы отвечали эксперты финансовой сферы на молодежном форуме в Сельскохозяйственной академии Чувашии. Финансовые рынки – это самые сложные рынки в мире, самые быстро развивающиеся рынки, где очень часто меняется и законодательство, и правила игры. И, к сожалению, простой гражданин не всегда может уследить за изменением этих правил, за изменением законов. Именно поэтому и нужно финансово просвещать и рассказывать о том, что гражданин может сделать со своими деньгами, а главное – откуда их взять. Несмотря на то, что в мире все больше побеждает добро, все равно жуликов еще много. А вот раз жуликов много, их все больше и больше появляется на финансовом рынке, потому что люди все больше денег держат на карточках, все больше по телефону разговаривают. И поэтому наша задача в первую очередь сделать так, чтобы люди, когда принимают какие-то там решения, которые реагируют на какие-то там звонки, смески, еще что-то, просто объяснить, как правильно, так сказать, вести себя сегодня на финансовом рынке. Это самая главная задача. Ежедневно до 13 октября по утрам школьников ждут деловые игры и тренинги. Днем эксперты беседуют с учителями о финансовой грамотности, а ближе к вечеру проводятся мастер-классы для студентов. Чебоксары уже 64-й город, который посетили финансовые эксперты. У нас регулярно проводятся тендеры, да, среди республик. У нас же очень богатая страна, у нас 85 различных регионов, это же классно. И вот, а так как это все, вот эта группа экспертов, которые ездят по России, она ездит бесплатно, то есть она ездит за свой счет, она ездит, так сказать, отвлекает времени. Это вот, то мы всегда выбираем среди тех регионов, которые, во-первых, хотят, а во-вторых, этого достойны. Вот я считаю, что в первую очередь, вот Чуваша, она достойна вот приезда, так сказать, и не только таких, как мы, а гораздо круче. Новый факультатив «Финансовая грамотность» уже появился в школьной программе в восьми регионах нашей страны. Пока нашей республики нет в их числе, но уже сейчас на уроках общества знаний и учителя стараются вложить в головы учеников основы взаимоотношений с деньгами. Сегодня группа экспертов просвещает жителей Новочебоксарска. Завтра они отправятся в Канаж. Закончится неделя финансовой грамотности в поселке Кугеси. Кстати, наша республика завершает турне экспертов по городам России. В следующий раз специалисты финансовой сферы отправятся в народ уже весной. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии проживают более 4 тысяч детей-инвалидов. Около полутора тысяч из них проходит реабилитацию в Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Главная цель Центра – физически восстановить и адаптировать детей к условиям проживания вне квартиры, привить навыки общения. Большую роль в процессе реабилитации играют мастер-классы познавательного характера, которые проводятся совместно с партнерами Центра. Сложить кораблик из бумаги без определенных навыков непросто, а для особенных детей тем более. Мастер-класс по оригами «Плывимый кораблик» – хороший способ поднять настроение и одновременно развить мелкую моторику. Также у детей развивается память и фантазия. Максим Федотов признался, что сложить бумажный кораблик было непросто, но сам процесс натолкнул его на мысль о путешествиях. Для того, чтобы мечты становились реальностью, сотрудники Центра ежедневно проделывают титаническую работу. В Центре применяются самые современные технологии реабилитации детей. Три главных кита, на которых основано лечение – это физическое, психологическое оздоровление и социальная адаптация. Каждому ребенку назначается индивидуальное лечение. Чаще всего сюда поступают дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Половина из них – с ДЦП. С генетическими отклонениями, в меньшей степени слабослышащие и слабовидящие пациенты. В Центре реализуется множество восстановительных и развивающих программ. Благодаря современному оборудованию их эффективность составляет до 87%. Зал адаптивной физической культуры, музыкальный зал, специализированный бассейн, студия Монте-Сори, театр, библиотека – это лишь малая часть функциональных помещений. Дети, которые к нам вступают, которые плохо ходят, которые плохо стоят, которые плохо разговаривают или вообще не разговаривают, в течение одного, двух, трех курсов реабилитации они начинают стоять, они начинают делать первые шаги, они произносят первые звуки, первые слова. У нас есть кабинет социальной бытовой адаптации, то есть первый чай заваривает мама, они здесь. И даже первые блины, которые пекут они в своей жизни, они пекут у нас. В игровой форме педагоги прививают детям навыки, которые для многих кажутся привычными. Дети учатся готовить завтраки, мыть посуду, гладить белье. Помимо бытовых навыков они получают самое главное – опыт общения. О, на мелкий, Вилтолий! Молодец! Для развития крупной и мелкой моторики рук в работе мы используем многофункциональный комплекс «Дом», где мы с детишками учимся открывать и закрывать замочки, краники. Все наши занятия направлены на развитие моторики. Детки учатся держать, перекладывать различные предметы, учатся в домашних условиях, отвинчивают различные гаечки, болтики. Безбарьерное передвижение по центру стало возможным благодаря программе «Доступная среда». Помимо современных разметок, пандусов, в центре появились подъемники для бассейна и транспортировки детей-колясочников по городу. Всем по душе пришлась новинка – поющий лифт. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Пешком по знаковым местам Чебоксар. К проекту «Живые уроки» присоединились и столичные педагоги. Что нового узнали те, кто сам дает знания в нашем следующем сюжете. За два часа воспитатели двух чебоксарских детских садов окунулись в историю города, что называется, с головой. Какие легенды связаны с образованием города, что такое жениховский платок и какую историю можно по нему прочитать? Каждый смог открыть для себя что-то новое. В начале-то Чуваши были язычниками. И вот как они приняли вот это православие? На основе чего и кого? Конечно же, это благодаря Ивану IV Грозному. Он стал насаждать православие вот здесь, в Поволжье. И именно по его указу и был построен Свято-Тройский мужской монастырь, например, который явился миссионерским центром. Кстати, именно в нем хранится уникальный резной образ Николая Чудотворца. Он считается древнейшим Поволжье. По легенде, он припул к монахам Поволги. Образ находился в стенах монастыря с огня основания с 1566 года. Первоначальный лик не пощадил время, и сейчас можно увидеть его копию. И этот факт далеко не единственный, который произвел впечатление на экскурсантов. Понравился рассказ про Екатерину II, как она приехала сюда, посетила город Чебоксара. Новые факты были, что вот про Бичурина, что был настоятель монастыря. Очень много интересного, познавательно. Мы обогащаем свои знания. Мы рассказываем деткам эту историю, мы тоже их посвящаем. Мы приучаем их любить нашу республику Чуваши, город Чебоксара. Пешком на автобусе или троллейбусе отправиться в путешествие по историческим местам можно разным способом. В столичном управлении образования отмечают, к живым урокам присоединятся воспитатели всех детских садов Чебоксар. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. 64-летний житель Чуваши предстанет перед судом за то, что угрожал топором полицейскому. Инцидент произошел в сентябре, когда страж порядка прибыл к пенсионеру для профилактики, поскольку пожилой мужчина имеет криминальное прошлое. Пенсионер был не рад гостю, не пустил его во двор и пытался выгнать полицейского. Злоумышленник, недовольный правомерными действиями сотрудника органов внутренних дел, взял в сарай топор и стал высказывать полицейскому угрозу применения насилия, подкрепляя их демонстрации топора. Когда полицейский покинул территорию домохозяйства злоумышленника, тот вышел за ним на улицу и вновь замахнулся на него топором. Тем не менее, противоправные действия обвиняемого были пресечены. Обвиняемый прежде семь раз привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозы убийством. Если вина пенсионера будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. 11 октября в народе прозвали Харитоновым днем. Считалось, что с этого дня начинается осенняя слякоть. Грамотные хозяйки старались посвятить время домашним делам, не выходя на улицу без лишней надобности. Валяли валенки, завершали заготовки на зиму. Тем, кто еще не успел закатать помидоры и закупить картофель, будет полезен наш следующий сюжет. Сортовой картофель, неливные яблочки, экологически чистый мед и быстросхожие семена. Местные фермеры уже назвали этот год урожайным. На сельскохозяйственной ярмарке дары осени полный аншлаг. За неполных три месяца реализовано более 850 тонн сельскохозяйственной продукции. Уносить самим и не придется. На основных ярмарочных площадках действует бесплатная доставка продуктов для пенсионеров и инвалидов. Поддержка по развозке товара оказана порядка 500 пенсионерам и инвалидам. Формат, в принципе, интересный. Мы его в дальнейшем планируем развивать, усиливая от довоз до потребителя конечного, размещая информацию на сайтах и работая через управляющие компании. В целом население у нас благодарно, довольно. Мы рады, что удалось организовать в таком формате. Думаю, мы в следующем году масштаб увеличим, улучшим. В этом году сельскохозяйственная ярмарка развернулась на 30 площадках в торговом комплексе «Николаевский» на южном, юго-западном и центральном рынках. Выходные дни здесь не протолкнутся. За время действия сельхозярмарки у горожан появились свои фавориты. Картошку, морковку, лук. Качество у нас лучше. Например, лук местный в 100 раз лучше. Вот сегодня вижу местный лук, а также не было. Все продавали привозной лук. Ярмарки «Дары осени-2016» завершат свою работу 16 октября. В этом году в них приняли участие более 250 сельхозтоваропроизводителей «Чувашии». Дарина Игнатьева, Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Чубоксарах прошел чемпионат «Чувашии» по шахматам и шашкам среди слепых. Казалось бы, людям с поражением зрения эти игры недоступны. Проблема решается с помощью специального инвентаря. Подробнее о нем и о самих соревнованиях в нашем следующем сюжете. Шашки и шахматы – спорт, доступный каждому. Для многих участников чемпионата Республики эти интеллектуальные игры давно уже стали неотъемлемой частью их жизни. Шашки – это вид спорта, который вообще актуален для незрячих. Я стараюсь просто, так как я любитель, сама принять участие. То есть нужно не только заставлять кого-то играть в шашки, но и самому принимать участие. Я по такому принципу работаю. Ну и вообще для меня этот вид спорта, конечно, интересен. Прежде всего, он помогает собственному саморазвитию. Николай Зайцев активно занимается шашками и шахматами еще с пятого класса. Сейчас, вспоминая, как все начиналось, он поражается своему детскому энтузиазму. У меня шахмат не было. Я сам смастерил шахматы. Доску тоже сам. Шашки тоже сам. Начал играть, правила не знал игры. Потом научился играть, участвовал постоянно. Мастерил инвентарь Николай Гаврилович из кусков картона. Клетки красил чернилами, а в качестве фигур использовал катушки или вырезал что-то похожее из дерева. С возрастом любовь к шашкам и шахматам только возросла. Уже 26 лет Николай Зайцев ведет кружок в третьей Козловской средней школе, обучая навыкам игры молодых ребят и таким образом воспитывая их. Потому что шахматы, по его словам, это целая школа жизни. Игра в шахматы и шашки развивает абстрактное мышление. Я всегда думаю, Ангел Кварпов тоже говорил, и Алёхин говорил, шахматы воспитывают характер. Учат, очень собранным, внимательным. Допустил одну ошибку, все проиграл. Так и в жизни. Допустил ошибку, потом долго будешь каяться. Различные соревнования по шахматам и шашкам среди слабовидящих и слепых в Чувашии проводятся регулярно. В прошедшем чемпионате приняли участие более 30 человек из 11 районов республики. Причем для совсем незрячих предусмотрен специальный инвентарь, который делает игру в шахматы и шашки абсолютно доступной. Там идут специальные доски, где у шахматной, например, черные клетки подняты чуть-чуть, а белые клетки вогнуты. И на ощупь незрячий может отличить черные и белые поля. То же самое в фигурке. У белых фигур отмечено вниз основание небольшой такой рисочкой, а у черно-гладкое основание. Так незрячий может отличить черные и белые фигуры. Уже на следующей неделе за этими досками сыграют совсем юные шашисты и шахматисты. 18 октября будет дан старт первенству Чувашии, в котором примут участие ученики коррекционных школы республики. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Субтитры подогнал «Симон»!